Здравствуйте, мои многоуважаемые зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Алексей. Сегодня, друзья, у нас ролик, который я называю. Он же Первый взгляд и он же в то же время обзор. Сегодня, друзья, мы с вами посмотрим на игру под названием Road 96, то есть Дорога 96. Что это такое? Буквально небольшое вступление и будем начинать. Это игра в открытом процедурно-генерируемом мире. То есть у каждого игрока будет своя уникальная история прохождения, потому как мир генерируется абсолютно случайно. И у всех игроков они разные. Разный будет, как я понимаю, сюжет, будут разные события происходить. Это мега интересно, мне кажется. Так что, друзья, приятного вам просмотра. Не знаю, понравится вам игра, не понравится. Захотите, не захотите прохождение, но в любом случае оставляйте ваши комментарии. Итак, ну что, погнали. У нас даже есть русский язык в игре. Это на самом деле. Так, и ты. Ты из наших. Так, ну я обычно путешествую, но... Ну, блин, я не знаю. Давайте с друзьями, допустим, или с семьей. Ну давайте с семьей. Ну, спонтанно, наверное, все-таки лучше ответить. Буду протестовать, проголосую за перемены, подумаю о переезде за рубеж. Ничего не буду делать. Давайте третий вариант. Так, зачем я смотрю фильмы? Посмеяться, ощутить эмоции, научиться и узнать, видимо, что-либо. Сбежать от повседневности, испугаться, разгадать загадку. Ну, ощутить эмоции, наверное. Ну, посмеяться. То есть, видимо, исходя из... Ага, то есть, получается, короче, исходя из... Ну, из тех ответов, да, которые я дал, у нас выстраивается сюжет. Прикольно, блин. То есть, если бы, допустим, даже я нажал, что я еду один, значит, я бы... Офигеть! Вот это прикольненько на самом деле. 96-й год. Брежневый, смотри. Ну, похож на Брежневого, по крайней мере. Вряд ли это он. За кого играем? Я вообще ничего и пока не могу понять. Пока что для меня это все максимально странно, друзья. Графончик такой себе. То есть, видно, что... Игра-то с большим миром, как бы это понятно. И графончиком пришлось пожертвовать немножко. Но пока для меня это все напоминал. Ух ты, 1895 километров до границы. То есть, там это расстояние нужно преодолеть, чтобы в другую страну попасть, что ли. В такси можно поспать. Ну, замечательно. Ну, ладно. Это я? О, а, смотри, я в коляске еду. Ха-ха-ха! Здорово! Крутой байк. Эээээ, не думаю. Урал! Смотри, написано Урал! Ха-ха-ха! Я так и подумал, что это Урал-мотоцикл с коляской. А, я прослушал, что он говорил. О, нет, это плохо. Ладно. Забавные пацаны такие вообще. Музыка такая прикольная. Надеюсь, не прилетит за нее. Наши мечты. Ээээ, психо-это такси-драйвер. Угу. Да, мы делаем. И на различных вопросах. Ха-ха-ха-ха! Прикольные пацаны. Это будет интересно. Что не так, что, почему дети в машине. Они в форме, как они выглядят. Ты пошел и убил ребенка, Митч. Да, не знаю, не знаю. Ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Куда едем? Я вообще ничего не понимаю. Чем происходит? Я вообще не понимаю. О-о-о-о-о! Совет на дорожку. Украсть-ка можно больше. Замечательно вообще. Ну ладно, хорошо. Украсть я умею, не вопрос. у этого выбора есть последствия вот еще то есть блин офигеть насколько здесь все продумано ты на самом деле нормас перестраиваемся все четко это было круто но уралу я доверяю поехали и чё все больше мне ничего не надо делать давай я тут поеду оба вот это отморозки вообще смотри таксист какой лютый полетел давай давай поехали опа погнали типа мини-игра такая подсказываемом гонять не обгонять ой 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 прям в лоб аж выскочила тут еще можно и не успеть а блин это весело давай урал джи поэтому мы успеем доехать эй меня кто-то врезался давай давай урал мы обязательно выживем оп-па оп-оп вот это жесть вообще до самом деле внутри то так-то адреналин чик играет тот самый таксиста который там на камеру что-то показывал сумки у нас кассета только посмотреть глубже что-то что-то паса хочу делать то блин я не знаю тощий парень шляпе чего что там происходит короче это каких-то два безумных брата я вообще не понимаю что происходит но они прикольные чуваки они ездят на урале по сша на урале гоняют круто это убийцу они короче за что-то воюют как я понимаю у них какая-то своя цель как я с ними очутился я вообще не понимаю может еще сами покататься думаю пройдусь пешком нет я еще с ним покататься хочу они веселые так ну какое-то расстояние да мы с ними проезжаем до границы блин ну прикольно я не понимаю что происходит но это все очень прикольно это правда очень прикольно все и как я понимаю я по пути буду вот этих личности каких-то встречать и и ну наверно в дальнейшем тоже быть может как ты я буду встречать вообще не понимаю чем происходит гордые пацаны такие так но я один я почему-то думал что я с кем-то буду они меня высадили и что и где я какой-то пустыне смел лайк пин сприт как бы нового полоса вот это как это уровень какой-то был что это был я вообще не понимаю пока очень много вопросов у меня на самом деле в игре можно разгромить этот портрет звоните на что вы знаете радиопередатчики бригады разыскиваются подростки а что значит испортить как его испортить я могу только посмотреть на него так но это очевидно какой-то кэмп у нас милый путь не уверен так я еще и подросток оказывается можно кота поглажу котят да ладно пойдемте посмотрим что тут есть не понимаю ничего какие-то листовки разбросаны короче как я понял тут какие-то выборы идут стране какие-то выборы какие-то есть а это мы тоже видели зои какая-то да встречали мы ее по пути о можно путь мячик прикольно прикол прикол тоже что-то значит фальшивые выборы какие-то у них не приближаются я ничего не буду включать музыка такая нормальная музыка мне нравится я не понимаю я тут новичок музыка нормально вообще так то нет музыка нормальная правда качает а чё делать-то куда идти я ничего вообще ничего не понимаю смысл какой что нужно делать нам надо что украсть или что в чем задача-то наша в чем я ничего не могу подобрать я не могу взаимодействовать но эти к этим лицам подойдем что происходит доказать что есть слабенькие действительно слабенькие улики давай давай иди отсюда а ты кто обожаю стрёмную трейлера походу этот дед спасибо окей типа нам через дорогу что ли куда-то надо убегать ой ничего не понятно вообще блин офигеть вот ходишь просто реально ними так ничего нет то есть ты действительно занимаешься просто вот какими-то вещами непонятно какими ты ночлег за бесплатно что предложишь позвонить замечательно вы ничего нету я не знаю что сделать то у меня денег дед соблазн был слишком велик что это за место что предложишь бренду типа два дома но у меня денег нет ни на что я не знаю где искать деньги где их вообще здесь зарабатывать мне 9 долларов всего лишь где деньги то брать типа чего делать то надо но спать определенно нужно то есть нужно заниматься вот этими какими-то вещами что ли не знаю через свою под тачку попаду меня а я не могу даже выйти сюда да то есть не залочили выход на дорогу я понял я понял нож пошукать типа где-то по лагерю мне реально просто интересно с этим разобраться что делать ты здесь вообще турист какой-то а то есть может быть можно попробовать типа к ним попасть туда простите денег не будет провал и у него не рога сори кить а как новин да и все и больше если не смогу разговаривать я понял окей музыкалу пиздить по ушам муж к этим постучаться ну и чё есть кто у вас козлы вонючие у этого выбора есть последствия а то есть я типа испортил плакат возможно кто-то узнает это пустите переночевать пацана блин пацан ходит неизвестно где вообще пустите пожалуйста переночевать я хочу спать без понятия да денег то нету у меня а давай они динсингой без кардбор не ага спасибо танцующий тип возле него какие-то карточки что простите типов карт сыграть на деньги что ли съесть испорченную еду но этим мы определенно заниматься не будем ну давай попробуем это мини игра какая-то будет или что ему или или подошел и просто он танцуется это наркота пошла а это вот это имеется ввиду карточки я понял карточки чем карточки почему бы это не надо назвать чем-то другим я не знаю ну ладно что вы переночевали очевидно это что-то нам должно дать но как минимум отдохнем и настанет следующий день типа наши влоды состоянии такое наш от намекаешь выпить покурить или чё интересненько так ну-ка давай посидим откуда они у меняешь бомж это не только что-то они Я не верю, что я не верю. Я верю в доме в начале с северной. Я хочу выйти из Петрия. Как ты, я думаю. Мой папа думает, что я на велосипеде. Думаю, я никогда не верю домой. Много раз, в самом деле. Это страшно, там. В целом, я путешествовал там с моим отец. Для работы. Я не знаю. Но это должно быть лучше, чем это, не знаю? Я не знаю. Только 1% из нас делают. Или что я здесь. И ты знаешь, что происходит с остальными. Петрия или лучше. Хм, я ничего не понимаю вообще. Что это? Ну давай. Я не понимаю, что это такое вообще. О, смотри. Обалдеть. Не плохо. Не плохо. Окей. Сейчас я попробую музыку. Давай, 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 попробуем. Какая-то армейская музыка пошла, пацаны. Я вообще не понимаю, что происходит просто. Я должен записать это. Как будто после говяжьего дошика живота распирает напердёж. Чё ты ржёшь надо мной? Пацаны, это просто капец какой-то антиграш. Что это такое? Да ты держи надо мной, блин, овца. Всё. 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 Ну это жесть какая-то. Ну блин. Я думал сейчас мы с ней. Понимаю. Ну. Мы наверное должны начать пакать. Ха? 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 Это для тебя. Чтобы вспомнить этот момент. Игра. Я не понимаю вообще, что происходит. Но ситуации возникают весёлые. Что по пути нам ребята в принципе попадались. Весьма такие интересные, да? Что сейчас вот эта ситуация. Это всё прикольно. Как я понимаю, сюжет, который идёт сейчас, он складывается из тех ответов на те вопросы, на которые я ответил. И у каждого, действительно у каждого игрока будет своя история. Уникальная история. И может быть даже вот то, что получилось у меня сейчас на видео ни у кого не получится повторить. Но это прикольно на самом деле. В общем, ребят, в любом случае пишите в комментариях, как вам стоит да пройти не стоит. Тут вроде до границы осталось совсем чуть-чуть. Ну и интересненько, мне кажется, будет. Весьма интересненько. Но в любом случае, в общем, ребят, буду ждать вашего фидбэка. На этом всё. С наилучшими пожеланиями. Пока-пока. И ещё увидимся.